Поддержать детей-инвалидов власть Одинцовского района решили вместе с общественниками, которые хорошо знают и понимают проблему. Чем больше будет вкладывать туда душу и, собственно, энергии, тем больше будет и лучше результат. Наталья Белоголовцева – руководитель социального проекта «Лыжи мечты». Это программа эффективной реабилитации детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна с помощью занятий горными лыжами. Наталья вместе со своим мужем, известным артистом и шоуменом Сергеем Белоголовцевым, более 25 лет занимается проблемами здоровья младшего сына. У него ДЦП. Родители перепробовали множество методик и признаются, что эффективных путей реабилитации очень мало. Впервые они поставили Женю на лыжи в Америке. Невероятный прогресс, который двигательный, который мы увидели за две недели буквально, в общем, собственно говоря, нас подвели. Через год мы повторили эту историю, опять повезли его в Америку, опять он две недели катался. И пластика, движение, координация тела, то есть он распрямился. Этот опыт сподвиг их на запуск данной программы в России. Были обучены специалисты, закуплено специальное оборудование. География программы широкая, от Москвы до Сахалина. Как минимум региональным подмосковным центром программы будет город Одинцово в парке Ларисы Лазутиной. Уже сейчас планируется открытие горы. Может быть, мы успеем даже в этом году. Буквально вот позавчера приезжали специалисты, планировщики. Еще один новый проект, который в скором времени планируют реализовать в Одинцово, реабилитационный центр «Добраторий» для детей с ограниченными возможностями. Его построят недалеко от спортивного парка отдыха имени Ларисы Лазутиной. Инициатором и локомотивом в данном проекте должны быть вы. Люди, которые каждый день сталкиваетесь с проблемами на практике. Кто-то в собственной жизни, кто-то ухаживает за своими детьми. И то, как компоновать помещения, какого они должны быть размера, какой направленности, как раз должны сказать вы, чтобы не было здесь никакой ошибки, не было ненужных помещений. Руководит проектом Елизавета Молчанова. В центре, который построит финский архитектор, появится несколько бассейнов, столовая, спортивные залы, театр, игровая зона, место отдыха для родителей, кабинеты для специалистов. Плюс у нас будет небольшой зал, где могут проводиться какие-то мастер-классы, бокс, танцы, все что угодно. Небольшой зал мы хотим сделать для аутистов. То есть, если приходит семья аутистов, у нас есть тоже очень хороший специалист. Это тоже очень тяжелая сфера, естественно, но попробуем. За круглым столом обсудили также возможность участия в работе центра детей с ограниченными возможностями старше 18 лет. В итоге приняли решение о создании рабочей группы, которая будет регулярно встречаться и обсуждать появляющиеся идеи и предложения. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».